Субтитры создавал DimaTorzok Что скажешь ты? А ты в ответ молчишь. Одно лишь знаю, Вся жизнь твоя в истоках красоты. Во взгляде, уводящем вглубь столетий, Пытаюсь я миры в одно сплести, И вновь ловлю себя на мысли, Мне многое придется обойти. И как бы ни старалась, все суетно. Ответом служит творчество твое, В нем образ патриота, человека, Художника, философа, поэта. Судьбою было так предрешено. Я приветствую вас в рамках очередного выпуска Передачи «Ереванские встречи». И как вы догадались, Текст, прочитанный мною, Прямым, напрямую связан с человеком, Который будет сегодня у нас в гостях. Но прежде я бы хотела привлечь ваше внимание К видеоматериалу, После чего наш гость будет в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok Тадыбос Термес Рупян Имя ярко вписавшееся в историю Изобразительного искусства Армении 20-го столетия, А значит, его творчество Является отголоском времени, В котором он родился, Творил и продолжает сегодня в 21-м веке. Одной этой фразы достаточно, Чтобы представить, Сколь необъемлемый мир, Который несет в себе Созидатель. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Из письма Кима Бакши Тадыбосу Термес Рупян Этим письмом я хочу выразить восхищение Вашим художественным творчеством. Ваша живопись, Как и вообще Ваш духовный облик, Не близки своей патриотической напряженностью, Ощущением мощного духовного прошлого За Вашей спиной. Ваш пример новому поколению Для подражания ясно говорит о том, Как плодотворна Ваша долголетняя верность Избранному пути. Ваши полотна я очень люблю. И дай Бог здоровья вам И творческого долголетия. Ваш Ким Бакши. Москва. 12 апреля 2013 года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В рамках проекта «Мосдружба» состоялась выставка Ваших работ. Это было в Гюмри? В Гюмри. Можно пару слов? Я хочу поблагодарить, во-первых, Россотрудничество, что они организовали эту выставку. И что интересно, что в этот день был приезд Владимира Владимировича Путина. Совпало это специально было так? Я не могу точно сказать, но дело в том, что этот день совпал еще с одним событием – день рождения моей матери. 90 лет. Потому что она уроженка Гюмри. И в этот день состоялась и выставка, и открытие выставки сделал зам Россотрудничества господин… Нет, он из Москвы приехал, господин Мурадов. Это тоже было очень приятно. И еще я хочу поблагодарить школу, 19-ю школу гюмрийскую, которая организовала. Потом был хороший концерт. Дети из школы выступили. Я был очень рад, очень тронут, потому что в этот день мне подарили еще благодарность. Как раз Гюмри – это тот город в Армении, где происходят все эти события, связанные с присутствием российской культуры и вообще присутствием России в Армении. Для меня неудивительно, что проект «Мосдружба» очень вас заинтересовал. И в подтверждение тому, еще раз я помню, ровно год назад, если не ошибаюсь, 19 апреля, состоялся также Россотрудничество в Армении. Да, да, да. Там помогла, конечно, еще Эмма Бударьян, которая организовала эту выставку в Доме архитектора в Армении. И что примечательно, если мне память не изменяет, в этот день у вас в гостях был сегодня генеральный директор первого российского армянского телеканала «АРМ-ТВ» господин Гущан. Совершенно верно. А для художника выставка на родине – это всегда что-то новое, что-то… Это приятно, конечно, когда выставка, значит, бывает на родине, и тем более выставка посвящена дружбе. И это тоже мы очень ценим, нашу дружбу с Россией, и поэтому с большим удовольствием мы сделали эту выставку. Россия для нас золотая, любимая. Россия для нас золотая, любимая. Россия для нас золотая, любимая. И это было еще раз приятнее, потому что мы с ним встретились в 1995 году на открытии моей выставки в Москве, в Центральном доме художника. Это была совместная выставка моя с братом. Он выставил фотографии, а я, значит, графические работы. И, значит, в это время присутствовал господин Гущан, который нас снял и показали в Армении. Это тоже было приятно. Ну вот хороший повод вам выразить еще раз свою признательность. Хочу выразить свою признательность и благодарность господину Лусяну. А, между прочим, у меня есть для вас сюрприз. Внимание на экран. Этот день был потрясающий. Пришли люди разных возрастов, разных национальностей. И вы знаете, присутствовали на этой выставке представители прессы, радио и телевидения, РТР, нашего армянского радио. Интервью брал Гамлет Гущан. Это потом показали по нашему телевидению. Прекрасный, добрый человек. Мы его очень любим. Он делает очень доброе и нужное дело для всей нашей страны. Это вот мост, который соединяет Армению с Россией и со всем миром. И спасибо ему огромное. После этой выставки, которая продлилась больше 10 дней, в моем дневнике появилась такая запись. Я хочу ее прочитать. Искусство служит народу. И народ всегда благодарен искусству и его творцу. То есть тебе, Катевос. Ты человек искусства. Оно в тебе и с тобой. Ты творишь его. Ты служишь ему. Ты раб его и король. Ведь искусство – это крик души человека. Это песнь души человека. Это исповедь и покаяние. Колдовство и заклинания. Вечная тайна и открытие нового. Это бытие и небытие. Это вечность, уходящая во Вселенную и остающаяся с человеком. Среди многочисленных посетителей были желающие приобрести ваши работы. На что ваша супруга, Карине, сказала «История не продается». Совершенно верно. Она запечатлелась в памяти моей. И на самом деле, судя по вашим работам, я вижу, что все ваше творчество посвящено истории народа, истории дружбы народа. Потому что русская тематика, как я заметила, занимает также большое место в вашем творчестве. Внимание на экран. Спасибо Москве, спасибо России. Ведь мы все родом из СССР. Я не мыслю себя без России. И мост дружбы продолжается. Ну, естественно, там я познакомился еще с очень уважаемыми людьми. Это Самвил Самвилович Григориан, академик. Ученый, значит, Мавил Долбакян, его прекрасная супруга. И таких знакомств очень много состоялось у нас в Москве. У нас завязалась очень хорошая дружба между представителями российской интеллигенции и армянской интеллигенции в Москве. Я хочу особо отметить нашу дружбу с очень уважаемым мною человеком Кимом Бакши. Да, это для меня очень важно, потому что наша дружба была скреплена вот той любовью к России и к Армении, которая и во мне, и в очень уважаемом Киме Наумовиче. Это нас связала, вот эта дружба. Москва для меня еще имеет особое место, как, если можно так выразить, Москва армянская. В оружейной палате в 17 веке работал очень крупный художник-армянин Богдан Салтанов. Очень интересно то, что он работал у отца Петра Великого, Алексея Михайловича. Он, Алексей Михайлович, царь российский, заказывал Богдану Салтанову, значит, особые заказы, и он исполнял эти работы. Так что Москва с армянской тематикой связана еще раньше, конечно, но вот именно насчет Богдана Салтанова я хотел сказать как художник, как коллега. Еще могу добавить, что вот храм Василия Блаженова, кто знает, значит, один из куполов храма Василия Блаженова посвящена Григорию Армянскому. То есть Григория... Посвящен? Посвящен, да. Значит, Григорий Армянский – это Григорий Просветитель наш, первый католикос армянский. То есть он входит в число святых русской православной церкви и в уважение к нашей церкви и именно Григорию Просветителю один из куполов называется его именем. Татарас Григорьевич, мне хочется напомнить, вернее, предоставить вниманию наших телезрителей сегодняшних материал, относящийся к выставке, которая прошла в Москве в 2005 году, если не изменяет мне память. Совершенно верно. Эта выставка была посвящена 60-летию и 40-летию моей творческой деятельности. И 60-летию вашей? Да, да. Отлично. Да. И на этой выставке тема опять-таки была о дружбе. О дружбе русского, армянского и норвежского народа. Потому что я там показал работы, посвященную великому Нансену. Это очень трогательная тема. Это тема, которая меня волновала с детских лет, потому что мой дедушка присутствовал во время открытия канала, где был сам Нансен. И, значит, дедушка мне рассказывал об этом. И это впечатление у меня всегда было. И я хотел как-то выразить и... Своё отношение? Да, своё отношение, да. Так что это не случайно. Выставка состоялась в ноябре 2005 года в Москве в галерее Рослин. Она была приурочена 60-летию со дня рождения моего любимого супруга и 40-летию его творческой деятельности. Добрый вечер, дорогие наши госты. Разрешите поблагодарить всех вас за то, что вы нашли время и желание и пришли сегодня сюда, в этот небольшой, но очень уютный очаг, в этот храм, где царит его величество искусства. Выставка наша посвящена, как уже было сказано, 60-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности Татевоса Григорьевича Тернес-Рупяна. Я очень постаралась. Приглашены были люди, которые знали его, были те, которые пришли в первый раз. В частности, была приглашена Берглёд Хофланд. Она была консулом посольства Норвегии. Прекрасная женщина. Она выступила, сказала очень добрые слова и не хотела уходить. Ей было очень тепло, как она сказала. Были представители школы Нансена. Из посольства были люди, люди, с которыми мы подружились там. И опять-таки люди разных национальностей. Это был какой-то небольшой итог творчества его. И дань великому Нансену за то, что он сделал для армян. И не только армян, но и русских. Ведь он свою Нобелевскую премию подарил голодающим по Волжье, куда вагонами везли зерно. То есть спас людей от голода. Выступили представители армянской общины, искусствоведы, в частности, Зурабов и Балашова Оксана. Прекрасные слова. Это все видеокамера запечатлела. Сейчас перед вами выступит человек, который вдохновил нас на открытии этой выставки. Человек необыкновенной души, знаний, искусствовед, кандидат в филологических наук, Балашова Оксана Борисовна. Прошу. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы действительно присутствуем на большом празднике, на празднике настоящего художника. Должна вам признаться в том, что современность предполагает, конечно, огромное появление художников. Но иметь художественный вкус, твердую руку и профессионализм природы, к сожалению, в наше время выдает не всем. Вот художник, который сегодня пригласил нас на замечательный праздник, является таковым. Я знаю, что позже, двумя годами позже, вы подарили картины в школе. Да, это уже моя супруга с моей дочерью. Подарили, тогда я не был в Москве, я был в Ереване в это время. Они подарили эти картины, две картины этой школе. И опять-таки было очень трогательно. В 2007 году Татайвоз изъявил желание подарить школе Нансена две свои картины. И я была в Москве, в это время он был в Ереване. Я связалась со школой Нансена и вместе с искусствоведом Оксаной Балашовой, мы и с дочкой, и с друзьями нашими, мы пошли в эту школу поехали и подарили вот эти две картины – «Геноцид» и «Старый Ереван». Нас очень хорошо встретили, директор музея при этой школе, музей Нансена. Завуч, ученики, которые пели песни на норвежском языке. Встреча была очень теплой, мы фотографировались. Я рассказала о художнике. Тема землетрясения, я знаю, вас очень тронула, как и всех нас. Я знаю, что она застала вас не в Ереване. Вы были в то время в Будапеште. Совершенно верно. Я открывал выставку в этот день. Мы должны были открыть выставку армянских художников в Будапеште в Доме советской культуры и науки. В Ленина Окане у нас были родственники, и потом мы узнали, что там погибли из наших родственников тоже. Это на меня очень сильно подействовало. И после приезда в Армению я был в Ленина Окане. И все эти кадры, которые я там снимал, я использовал уже потом в Доме творчества «Синеж» в Подмосковье. Для изображения вот этой трагедии. И техника сериграфии, которая меня очень заинтересовала, я хотел попробовать через эту технику выразить вот эти все события, трагедии в Ленина Окане. Эта трагедия, которая произошла 7 декабря 1988 года, она потрясла весь мир и открыла душу и сердце людей всех народов, которые отозвались на нашу боль. И слово «цаваттанэм» пронеслось по всему миру, и, наверное, все люди познали смысл этого слова. Когда армянский народ всегда брал чужую боль на себя вот в этих словах, а теперь он получил обратное. То есть пришли люди на помощь. Эту трагедию Татайвус услышал в Будапеште, в Венгрии. И утром ему сказали, что такое произошло. И вы знаете, фотография запечатлела этот момент открытия этой выставки. И я его не узнала. Он приехал и уехал сразу в Ленина Кан, сделал фотографии и узнал, что там 14 родственников его остались под обломками. В 93-м году, 7 декабря, мы открыли выставку в Адри. И вы знаете, ведь это было тяжелое, холодное, страшное время для Армении. После землетрясения страна еще не пришла в себя. Разруха, голод, холод, блокада. Не было транспорта. И Грекор, наш сын, вместе с отцом, они картины несли по бывшей, сейчас уже нет этой железной дороги, через каскад теперешний. Они спускались, это было зимой, снег. Но они несли эти тяжелые картины, их было много. Игорь Цельтнер, искусствовед, он сказал, что есть изображение гибели Помпеи, последний день Помпеи, Брюлова. И говорит, я не знаю больше другой такой картины, которая бы изобразила землетрясение. И вот второй Татевус Григорьевич. Расскажите о предках. Мы как-то хотели сделать древо нашего рода. И, представляете, мы нашли материалы, которые говорили о 200-летней давности. Отец мой, заслуженный геолог Армении, он родился в Российской империи в городе Карсе в 1910 году. Потом, после знаменитых событий, связанных с Османской империей резней и армян, наши вынуждены были покинуть их любимый город и переехать уже в Ленинакан. Мама моя, значит, она пианистка, музыкант, родилась в очень интересной семье. В семье были и аристократы. В общем, такая интересная семья была. Мама родилась, тогда город назывался Александрополь. Вот. И, значит, они познакомились уже в Ленинакане и переехали в Ереван, где я родился. В нашем роду были художники. Брат моей бабушки, это дядя, значит, Ашот Сафарян, который был основоположником Ленинаканской художественной школы. Он сам учился в Москве. Тоже какая-то связь всегда с Москвой у нас как-то получается, да. Вот он учился в Москве, потом переехал в Ленинакан, занимал очень большие должности и основал художественную школу. И со стороны отца тоже были художники. И сам мой отец очень хорошо рисовал. Мои дети, сын и дочка, они тоже пошли по моей линии, так скажем. Уж не говоря о том, что внучка моя так рисует, что я очень радуюсь. Но я хочу добавить, что и ваша супруга стала рисовать. Да, да. Хочу сказать, что моя супруга, она, как и эту выставку, и остальные выставки в основном, она организовывала. Спасибо ей. Вот. Я хочу сказать и выразить благодарность Карине, моей супруге, за вот это содействие. Татарус Грибович, должна вам признаться, вы человек счастливый. Она ваша сподвижница. Человек активный, эрудированный. Что еще надо для полного счастья? Родившая прекрасных детей. Я очень благодарен. А на сегодняшний день еще и внуки. Да, да, да. Сегодня 39 лет. Именно сегодня, в день нашей встречи. В день нашей встречи. Нет, свадьбы. Вашей свадьбы. Да, нашей свадьбы. Да, вот очень тоже какие-то интересные совпадения. Мы познакомились с супругом моим. Очень неожиданно. И через 15 дней я вышла замуж за моего зеленоглазого, любимого Татаруса. На будущий год будет 40 лет нашей совместной супружеской жизни. Любовь совершает великие дела. Вот я моему любимому Татарусу посвятила такие слова. Все солнечные дни, они твои. Вся доброта и теплота планеты, она твоя. Вся красота, музыка и нежность, это все твое. Все радостные дни, они твои. Все мои молитвы, вся моя любовь и благодарность, это все твое. Любимые дети и внуки, они, конечно, наши. Пролетело очень все быстро. Не успели оглянуться, но плоды нашей любви, это наши дети. Грик Хор, наш любимый мальчик, который тоже является художником, постановщиком на Мосфильме в Москве. И не только на Мосфильме, в разных компаниях он снимает фильмы. Спасибо Богу за такого мальчика, талантливого, доброго, очень ранимого. Дай Бог ему счастья. Сусаночка, она тоже художница у нас, создала семью. Прекрасный зять у нас, Андрюша, прекрасные внуки, Алиночка, Никита. Ну что ж, я думаю, наша встреча подошла к концу. Но я надеюсь и уверена, и знаю, что красота, она продолжается вечно. И нет ей конца. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Всех вам благ. До свидания. Большое спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»